Приветствую вас, дорогие братья и сестры, телезрители! Кто-то в наше неспокойное и во многом апокалиптическое время ждет конца света, кто-то приход эры Водолея, а кто-то год быка по восточному календарю, а мы, православные христиане, вновь ожидаем Рождество Спасителя Своего, Иисуса Христа, Сына Божьего, чтобы славить Его в храмах. Ожидаем этот праздник по юлианскому летоисчислению, но ожидаем не потому, что Церковь обязывает идти на службы, а потому, что сердце зовет в эту святую ночь быть с Богомладенцем и его семейством. Сердце зовет быть рядом с Ним, потому что любит Его, потому что младенцу Богу радуется наш внутренний подсознательный ребенок, радуется и душа, которая по природе христианка. «Упрямствует лишь гордый ум, который все генерирует мыслями. Но такова его природа. Он все просит и просит доказательств, чтобы отвлечь от главного, хотя доказательства давно уже собраны. Найдено достаточно артефактов, которые описаны в Евангелии, чтобы свидетельствовать об историчности Иисуса из Назарета. Ум просто ленив. Он стремится к покою тела. Чем больше он придумывает отговорок, тем ему легче живется. Но это физиология. А вот человек, к сожалению, принимает ее за свою мудрость. Так чему же радуются в Рождество? Рождению Сына Божьего в образе человека. Бога воплощению. Для чего он пришел сюда, в наш мир? Чтобы в человеке восстановить Божий образ и вернуть человеку небесное гражданство, Царство Небесное. Вот в этом и радость. Родившийся однажды человек, вочеловечившийся, Христос теперь пребывает в человеке, соединенный с Ним Духом в теле Церкви, осветив даже нашу материальную природу. Рождение Сына Божьего. Небольшая ли это честь для людей, таких умных и бегущих за прогрессом, верующих в будущее, где каждый будет сам управлять всеми процессами, и даже духовными. Но Господь во всем совершенный и в первую очередь в любви и долготерпении к своему творению, к человеку. Христос в нас. Этому учит православие. Не тому, сколько раз перекрестить лоб на рождественской службе. Оно учит быть со Христом. Учит жить в этом союзе Бога с нашими усилиями что-либо сделать. Ведь на самом деле мы с вами ничего не можем без Бога. Если мы постимся, это Христос спастится в нас. Если мы молимся, это Христос в нас молится. Бог не вдохновляет на добрые дела. Он соделывает их с нами. А значит, Божьи заповеди и учения, изложенные в Евангелии, это даже не наставление. И тем более не моральный кодекс. Ихристос – это его образ, его качество. Правила его жизни здесь, на земле, когда он пришел как человек. Это икона Бога, если говорить образно. Поэтому отношение человека и Бога – это не договор найма с прескурантом за добрые дела. – это сотворчество жизни. В этом и заключается чудо новой для человека реальности, которая началась с Рождеством Христовым. Итак, если само Евангелие, в котором описаны духовные законы бытия мироздания, это икона Христа, то как человек может жить по нравственным принципам Евангелия, но отвергать Христа и Церковь его? Ведь нельзя следовать учению и отвергать Учителя. Но есть другой, внешний тип взаимоотношений с Богом на пути спасения. Эти отношения действительно напоминают договор и действуют по законам не Духа, о человеческой психологии. В этом случае и Евангелие сводится к непосильному для человека моральному кодексу. Именно такой внешний взгляд на христианство рождает условные отношения. За добрые дела рай, за грехи ад. А Господь в этих отношениях предстает как прокурор и налоговый инспектор, который подсчитывает деньги за свечи, или как властелин раба, но не как любящий отец, пославший сына своего единородного, чтобы спасти человека, ибо в такой жертве при таких договорных отношениях нет нужды. В этом случае при таком внешнем мировосприятии Евангелие и сам праздник Рождества обретает характер только народной традиции солома, кутья, гадания и неведомый Бог в душе, который призывает слиться с природой, ощутить себя ее частицей и так далее. А ведь, если вдуматься, то именно от этого и спасает Христос человека, придя в наш мир от бытия в природной, материальной плоскости и ограниченности. Он предлагает иной путь в мир святости. Конечно, отрицать этот путь вправе каждый, но не вправе утверждать, что он ошибочный или его не существует. Этот путь ко Христу указала Вифлеемская звезда. Она привела волхвов к Богомладенцу, и они, будучи иной верой к слову одной из тех, которые претендовали на мировую религию, будучи учеными людьми, все же уверовали в Сына Божьего, в этом Богомладенца. И Христос, родившись, воплотившись, если сказать точнее, подарил человеку победу, над грехом и жизнь вечную. А что мы принесем ему, подходя к стремительно приближающемуся Рождеству? Подумаем об этом. Но, а мне желанно всех поздравить с наступающим праздником. А тех, кто его встретили, достойно вместить в себя неповерхностный, но глубинный смысл этого праздника. И верю, что мы принесем Богомладенцу в дар свою любовь, верность и преданность. Но, а в завершение хочется сказать до встречи на Рождественской Литургии. И пусть в Рождественскую ночь небо и земля славят Сына Божьего, и мы вместе с ними и будем помнить в этом наше спасение вечности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова